В саваннах Африки обитает животное с телом муравьеда, ушами кролика, пяточком поросенка и хвостом кенгуру. Местные жители именуют его аардварк, что переводится как земляной поросенок. В научном мире это животное именуется трубкозубом. Всем привет! Рада, что заглянули ко мне на канал. Присаживайтесь поудобнее и мы начинаем! Африканские трубкозубы в основном населяют саванны, степи и луга, где на протяжении всего года обитают большие колонии муравьев и термитов. Они редко встречаются на местностях с каменистой, твердой или плотной почвой, а также на участках, которые часто затапливаются. Иногда животные облюбовывают пахотные земли, а в горах их можно наблюдать на высотах до 2000 метров над уровнем моря. Всего существует 17 подвидов трубкозубов. Размеры его могут варьироваться в зависимости от пола и возраста. Взрослые самцы обычно достигают длины тела до полутора метра и веса до 80 килограмм. В то время как самки обычно меньше, их длина тела составляет метр, а вес до 60. Животное изредка издает звуки, напоминающие кряхтение или блеяние при сильном стрессе. Европейцы впервые познакомились с трубкозубом в 1719 году, когда его описал голландский путешественник Колб. Но описание это было настолько необычным, что никто не верил в существование такого зверя до тех пор, пока его не доставили в Европу. О существовании трубкозубов до сих пор мало кто знает, и их часто путают с муравьедами, хотя на самом деле эти животные вовсе не родственники. Сходство у них чисто внешнее и связано с тем, что оба они питаются главным образом муравьями и термитами. Трубкозуб является ночным одиночным животным, который обитает в норах. Однако в том случае, если на территории много пищи, трубкозубы могут образовывать колонии. Они выходят на охоту примерно через 1-2 часа после захода солнца. Благодаря своим мощным передним лапам, трубкозубы быстро роют норы, которые могут иметь несколько выходов и достигать десятков метров. Они обладают сильным чутьем и ходят по уже натоптанным тропам на своей территории. При этом постоянно принюхиваются к земле и передвигаются зигзагами. Они используют свои мощные лапы для ломания стен термитников и питаются термитами. Способны съесть до 50 тысяч особей за ночь. Трубкозубы хорошо защищены от укусов муравьев и термитов толстой кожей. Если чувствуют опасность, они могут прятаться в своих норах или закапываться. В случае нападения они используют свои сильные передние лапы и хвост для защиты. Они могут заваливаться на спину и атаковать своими лапами и хвостом. Ученые считают трубкозуба живым ископаемым, поскольку его древний генетический состав очень хорошо сохранился, и его род относят к самым древним среди млекопитающих инфракласса плацентарных. Трубкозуб неуклюжее и медленное животное, и у него достаточно много врагов в своей естественной среде обитания. Основными врагами взрослых трубкозубов являются львы, гепарды и человек. Также на него могут нападать гееновидные собаки. Так как трубкозуб очень пуглив, он сразу же прячется в своей норе или закапывается под землю при малейшей опасности или намеке на опасность. Трубкозуб достигает половой зрелости в возрасте около двух лет. Пик рождаемости в Южной Африке приходится на период с мая по июль, в северном полушарии с октября по ноябрь, а в экваториальной зоне с июня по август. Брачный период может отличаться в зависимости от географической широты и условий окружающей среды. Партнеры находят друг друга по запаху. Самцы, достигшие половой зрелости, источают сильный мускусный аромат и спариваются с несколькими самками, проводя в их норах от двух до трех дней. Половой акт длится около 15 секунд и повторяется много раз. После этого африканские трубкозубы разъезжаются по своим домашним участкам. Самцы не участвуют в воспитании потомства. Беременность у самки длится до 210 суток. Обычно она рожает одного малыша, а двой не бывают крайне редко. Новорожденный трубкозуб имеет длину тела вместе с хвостом до 55 см и весит около 2 кг. Он появляется на свет бледно-розовым, голым, но уже с открытыми глазами и развитыми когтями. В возрасте около двух недель он начинает следовать за своей матерью. К сожалению, трубкозубы являются объектами охоты. Их убивают ради мяса и кожи, которая повсеместно идет на седла, ремни и браслеты. Неудивительно, что численность этих уникальных животных повсеместно сокращается, а во многих районах Африки они уже истреблены. Для сохранения трубкозубов необходимо принимать меры для охраны их естественных мест обитания и запретить незаконную охоту. Также важно проводить научные исследования и мониторинг численности популяций трубкозубов, чтобы эффективно контролировать их численность и принимать необходимые меры для сохранения этого вида. Всем спасибо, что посмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующий выпуск. Жмякайте большой палец вверх. Берегите природу и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok